Все римские церкви привлекают меня не из-за великой любви к католицизму. На самом деле я люблю заходить в римские церкви, потому что в них находится много интересных фресок, витражей и картин. В римских церквях все можно посмотреть совершенно бесплатно и очередей не бывает. К тому же в любой церкви, когда плохая погода, можно укрыться от палящего зноя и дождя. На наших прогулках по Риму мы очень часто приходим на площадь Испании полюбоваться фонтаном и замечательной испанской лестницей. А сегодня давайте зайдем в церковь Тринитаде-Монти, которая расположена на самой вершине холма. Церковь была построена по заказу короля Франции в середине XVI века. История строительства церкви связана с именем Святого Франциска. Он обладал удивительным даром исцеления. Летом в римских церквях очень часто проходят концерты. Можно присесть, послушать концерт и отдохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok Главный шедевр церкви – снятие с креста. Работа Даниэля де Вольтера. Он был учеником Микеланджело. Даниэль де Вольтера прославился тем, что дорисовывал набедренные повязки на шедевре своего учителя. Огромное количество обнаженных тел в Сикстинской капельне на фреске «Страшный суд» показались папе Павлу IV непристойными. И он приказал Микеланджело дорисовать одежду. Но Микеланджело отказался. Тогда на готу некоторых фигур прикрыл Даниэль де Вольтера ученик Микеланджело. Несчастный Вольтера. Ведь он совсем не так хотел войти в историю. Но его работы тоже прекрасны. Их можно рассмотреть в этой церкви. Посмотрите, какие тела. Такие же прекрасные, как и на фреске Микеланджело. Мне кажется, что Даниэль де Вольтера на этой фреске изобразил Микеланджело. Или он просто похож на Микеланджело? А вы как думаете, друзья? Театр «Салон Маргарита» был основан в 1898 году в самом сердце Рима и получил свое название в честь Маргариты Савойской, жены короля Умберто I. Театр находится в самом туристическом центре Рима, буквально в двух шагах от площади Испании. «Салон Маргарита» или «Театр Кабаре» был основан братьями из Неаполя. В стенах этого театра проходили знаменитые в то время водевили, которые запомнили зрителю своей роскошью и утонченностью. В начале XX века в театре стали ставить не только водевили, но и римские комедии и опереты. Более чем сто лет «Салон» сохранял свою индивидуальность. Он был один из самых важных театров в Риме, в котором собиралось много зрителей и желающих хорошо отдохнуть. Это были годы успеха. Его считали уникальным в Европе театром свободы. Сиденья, стулья в салоне были в форме сердца. Вид на улицу. Там тоже сейчас идут работы по укладке римской брусчатки. Салон «Маргарита» был не просто театр. Это было место встречи, которое было открыто каждый день. Можно было выпить апперети в баре, в фойе. Ещё. Это единственный театр в Италии, оборудованный кухней с момента его основания. Театр предлагал ужин при свечах на каждом шоу, который подавался в престижных частных ложах на верхнем этаже. Шеф-повар соблазнял своих гостей эксклюзивным меню. Ужин подавался за час до начала спектакля. Две-три закуски, первое и второе блюда. И заканчивался ужин десертом, сладостями и кофе. Салон «Маргарита» должен был ещё долго радовать зрителей. Его сцена могла дарить улыбки и эмоции. Но театр был закрыт с момента, когда началась пандемия, а затяжная чрезвычайная ситуация привела к продаже помещения. Многие видные деятели хотели спасти театр. Но салон «Маргарита» закрыл свои двери навсегда. Помещение выставлено на продажу. Что будет потом в этом помещении, пока никому не известно. Мне удалось побывать в этом театре на экскурсии, перед тем, как продадут это помещение и изменят интерьер. Хочу запомнить этот театр навсегда. Мы зашли даже в гримёрные комнаты, но там мало чего осталось. Салон «Маргарита» Когда переходишь из церкви в церковь, то кажется, что это город мёртвых. В каждой из римских церквей находится захоронение. Такое чувство, что именно в Риме родилась смерть. Скажем честно, что нечасто туристы заходят в церкви, а зря. Они полны тайн и загадок. Церковь Санта Андрея де ле Фратте не исключение. За главным алтарём церкви находится лестница. Она ведёт в склеп. Это как чистилище. Там, в небольшом зале, находятся каменные сидения с отверстиями. На эти сидения помещали тела умерших, а в отверстие ставили ёмкость, в которую стекала жидкость из разлагающегося тела. В потолке были проделаны дырки, а значит, весь запах разлагающегося тела поднимался из отверстий в полу в церковь, ведь склеп находится внизу, и в церкви очень плохо пахло. Когда процесс разложения тел был завершён, кости выносили из комнаты и захоранивали. Были случаи, что в чистилище отправляли провинившихся монахов. Они молились о спасении души среди вони и разлагающихся тел. Это ужасное зрелище было им уроком. Они видели, что после смерти может произойти с человеческими телами и продолжали молиться за спасение души. Рим – идеальное место для творчества. Он был превращён в столицу художников и писателей. В Европе не было ни одного города, способного как Рим собрать всех талантливых людей в один центр. В XIX веке в Риме было очень много русских. Они одни из первых приехали в Европу. Здесь жил и творил Гоголь, Тургенев, Герцен, Некрасов, Чайковский, Оссоргин, Карбрилов, Орест, Кипренский. В IV капелле справа от входа похоронен Кипренский. Многим из вас он знаком по портрету Пушкина. Кипренский жил недалеко от монастыря Капуцинов, а это находится рядом с испанской лестницей. Там, в мастерской, он работал над своими картинами. Девочка в маковом венке – это был первый портрет его воспитанницы Мариуччи, которая чуть позже станет его женой. Орест Кипренский был очень приятной внешности. Он следил за собой, любил прихорашиваться, подкручивал волосы и даже наносил румяну. Он был доволен собой, когда на него обращали внимание женщины. Весной 1819 года в Палаццо Кафарелли на Капитолийском холме была организована выставка иностранных живописцев. На этой выставке были и работы Кипренского. Слава его росла. Но однажды случилась неприятная история. В его мастерской по вине слуги произошел пожар, и сгорела одна из натурщиц. Стали обвинять в случившемся Кипренского, и отношения римлян к нему изменились. Если недавно им восхищались, то после пожара обвинили в жестокости. Слуга в больнице умер, и всю вину он взял на себя, после чего очень боялся ходить по Риму один. Ему пришлось уехать из Рима. Находясь в других городах и странах Европы, он скучал по Риму. И поэтому через несколько лет вернулся. Была организована новая выставка на Пьяце-дель-Пополо, где он выставил 18 картин. В Риме опять начала расти популярность Кипренского. Однажды Баварский король, когда был в Риме, пожелал посетить мастерскую знаменитого русского портретиста. Не застав Кипренского дома, король в знак внимания оставил ему свою визитку, где было написано «Король Баварии». Кипренский решил ответить визитом. Выждал время, когда не было короля на месте. Это он сделал только ради того, чтобы оставить свою визитку, на которой он написал «Арест Кипренский» и добавил «Король художников». Он был очень активный и деятельный. Оббегал весь Рим, когда до него доходили слухи, что в Риме проходят какие-то новые события или открываются выставки. В кармане Кипренский всегда носил сухарики, которыми кормил голодных римских собак. Утром художник один из первых был в кофейне на завтраке, а рядом с кофейней его уже ждали собаки. Кипренский набирал в карман хлеб и потом по дороге в студию кормил собак. Проработав весь день в мастерской, он отправлялся на обед. Обед всегда был поздний, и поэтому плавно за стаканчиком хорошего вина переходил в поздний ужин. Он заказывал себе еще и еще вина, у него была слабость к вину, и засиживался до темноты. Но утром, как обычно, один из первых приходил на завтрак. 29 июня 1836 года Кипренский принимает католичество, а в июле женится на своей бывшей натурщице Мариуччи, которая была рядом с ним с самого детства. Осенью этого же года Кипренский тяжело заболел воспалением легких и вскоре умер. Он был похоронен в церкви Санта-Андреа-дель-Ла-Фрате в четвертой капелле справа от входа. Памятная доска на его могиле была установлена на пожертвование русских художников. В доме напротив церкви мы видим мемориальную доску. Здесь, в этом доме, находилась мастерская скульптора Джан Лоренцо Бернини, без работ которого сейчас очень трудно представить Рим. Он работал здесь и жил со своей семьей. Но прежде чем жениться, он был влюблен в прекрасную девушку Констанцию Боннарелли. Ей было 22 года, и она была замужем за учеником Бернини. Они тайно встречались целых два года. В то время у Джан Лоренцо Бернини студия находилась в районе Сан-Пьетро, прямо напротив того места, где жила Констанция. Однажды утром по пути на работу скульптор увидел, что его брат вышел из дома в сопровождении Констанции. У девушки были взлохмаченные волосы, явно после бурно проведенного времени. Ослепленный ревностью он последовал за своим братом, догнал его у собора святого Петра и стал бить его железным прутом, пока не сломал ему два ребра. Он бы убил его, если бы не вмешались прохожие. Бернини был в гневе, он хотел наказать не только брата, но и Констанцию. Он послал в дом Констанции слугу. Тот, пробравшись в спальню, лезвием изуродовал ее красивое лицо. А безображенную Констанцию за прелюбодеяние посадили в тюрьму. Слугу осудили. Напуганный младший брат Луиджи уехал в Болонию. А что касается Бернини, то папа Урбан VIII выписал ему денежный штраф в сумме 3000 скуди и обязал жениться, чтобы умерить пыл мастера. Бернини женился в возрасте 41 года. В этом доме они жили с женой и их 11 детьми. Сын Доминика Бернини еще при жизни Бернини стал биографом своего отца. В этой же церкви Сант-Андреа Делле Фрате находятся две статуи, которые Джан Лоренцо Бернини создал для моста Святого Ангела. Ангел с надписью Ирни и ангел с терновым венком. Папа Климент IX сказал, что такая прекрасная работа не должна находиться под открытым небом. Учениками Бернини были выполнены копии и помещены на мост. А ангелов Бернини сначала перевезли во дворец папы, а потом после его смерти они вернулись в семью Бернини. И уже позже они были подарены церкви, в которой в свое время работал Франческо Боррумини. А вот эта колокольня – работа Боррумини. Бернини и Боррумини – это два гения барокко. Их имена тесно связаны с Римом. Они были соперниками, и о их соперничестве рассказывали истории. Вот одна из них. Когда Бернини установил две колокольни на пантеон, римляне прозвали эти колокольни ослиными ушами, потому что они казались неуместными. В этот период Боррумини строил дворец пропаганды Фиды. И Боррумини, чтобы поиздеваться и посмеяться над своим соперником, украшает карниз одного из окон ослиными ушами, указывая на ошибку Бернини. Бернини понял, что над ним издеваются, и, недолго думая, выставляет из окна скульптуру бога Пиапа. Мужское достоинство здесь очень хорошо видно. Таким образом послал Боррумини подальше. Целых две недели висело это безобразие, но потом папа приказал убрать все. Из церкви можно выйти в небольшой дворик, отдохнуть, посидеть в тени и рассмотреть фрески. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Хотите верьте, хотите нет, но когда я нахожусь рядом с церковью Сан-Луиджи де Франчези, то обязательно захожу туда, чтобы еще раз остановиться и посмотреть три замечательные картины Караваджо, на которых изображены эпизоды из жизни апостола Матфея. До этого Караваджо не получал заказы от церкви, все его работы находились во дворцах. Их мог видеть только узкий круг людей. И Караваджо понимал, что если картина будет находиться в церкви, то еще больше народу узнают о нем. Сейчас, спустя века, многие заходят сюда, в эту церковь, чтобы полюбоваться полотнами Караваджо. На этой картине мученичества апостола Матфея изображено около 30 персонажей. Когда у Караваджо спросили, кто позировал убийцу, он ответил, это же Адам с фрески сотворения человека Микеланджело. И опять Микеланджело. Он был примером для многих. Туристам, которые приезжают в Рим первый раз, очень сложно ориентироваться в Риме. Не только в музеях, но и по городу надо иметь рядом человека, который подробно покажет и расскажет вам о самом большом музее под открытым небом. Так называют Рим. Поэтому, как только вы начнете планировать поездку в Рим, пишите мне на электронную почту. Мы составим с вами интересный и познавательный маршрут нашей прогулки. А на этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх и делитесь видео с друзьями. Хорошего вам дня и до новых видео! Субтитры делал DimaTorzok Пуча Субтитры создавал DimaTorzok